В селе Зудилово Первомайского района живет несколько тысяч человек, и многие из них напуганы одни мужчины. По словам людей, он беспричинно замахивается на детей и женщин, матерится, носит с собой кулющие предметы. Люди считают, что он психически нездоров и опасен для общества. При этом мужчина спокойно ходит по селу, его можно встретить в общественном транспорте. Его отправили в психиатрическую больницу, но мать под свою ответственность его оттуда забрала. У меня у самой маленький ребенок, и самой страшно теперь ходить по вечерам. Пару часов назад нам стало известно, что мужчину положили на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщили жители Зудилова. Через какое-то время его выпустят, и получается, весь контроль опять ляжет на родственников. А об этой истории из Рубцовского района мы рассказывали в сентябре. Жительница села Зеленая Дубрава шокировала всю страну. В сеть попали кадры, на которых видно, как женщина разделывает живых собак. Маленькие две стучки зарезала. Я чужих никогда не беру. Мне кто дает собачку, то отдает. А так, чтобы я ловила, они мне нахрен не нужны. Я чужую собаку есть не буду. Я не знаю, чем они, все, и больная. А вот вы говорите, тетя Надя отдавала вам собака. Это ваша родственница? Да. Милиционер бывший. Потрясающе. Многие тогда заступились за женщину. Подумаешь, ест собак, может быть, больше есть нечего. Однако мы убедились, что Екатерина не голодает. Об этом она сказала и сама. А вы получаете удовольствие, когда убиваете? Ну, не знаю. Нам она сказала, и приезжали участковые. Она ему сказала, мне все равно, кого резать, тут и их дети ходят. Если ситуация сложилась так, что гражданин общественно опасен для окружающих, в этом случае обязательно нужно обращаться в органы внутренних дел. Либо звонить по телефону 102, либо участковому, либо обращаться в ближайший отдел органов внутренних дел. За расправу на Чинками на женщину завели уголовное дело. Пока она находится дома в Зеленой Дубраве. И это пугает местных жителей. Они уверены, Екатерина опасна не только для собак. Недавно в селе заметили избитого сожителя женщины. В этом случае врач-психиатр имеет право пойти в сопровождении полиции, сотрудников полиции обязательно ее освидетельствовать. Значит, если заподозрит у нее наличие психического тяжелого расстройства, тогда имеет право ее до постановления суда госпитализировать в психиатрический стационар. Решение принимает, конечно же, суд. Но чаще всего суд примет решение, что она может лечиться на добровольных основах и выпишет ее оттуда. Зоозащитники готовы идти до конца, чтобы Екатерина ответила за жестокое обращение с животными. Расследование продолжается. Они затягивают этот процесс, потому что закон никогда не работал. И его сейчас притворять в жизни и запускать, так сказать, сложный процесс. Кстати, как нам сообщили, мужчину, который снял эти ужасные кадры, могут привлечь за вторжение в частную жизнь. Получается, надо было просто пройти мимо и сделать вид, что в соседском огороде ничего не происходит. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.